Многие мальчишки в детстве мечтают служить родине, быть военным или полицейским, но есть немало девушек, которые также решают посвятить свою жизнь службе Отечеству. Сложность и опасность профессии полицейского их не пугает. Практически во всех службах и подразделениях полиции сегодня трудятся женщины, достойно выполняя возложенные на них задачи. Казалось бы, эта работа просто создана для мужчин, но есть и женщины-полицейские, которые с успехом справляются с данной должностью. К ним можно отнести сотрудниц межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Среди них участковые полномоченные, сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних, канцелярской и штабной службы. Ненормированный рабочий день, круглосуточное дежурство, участие в оперативно-профилактических отработках – это неполный перечень специфических условий службы ОВД. В любом случае, всех этих милых дам объединяет одно – преданность профессии и желание служить людям, несмотря на трудности. Служба в органах внутренних дел – профессия для девушек с сильным характером. Именно такой является Юлия Воронова, инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. В 2014 году я окончила Чехрасскую среднюю школу номер 6. После этого у меня была мечта с детства – быть стражем правопорядка. После этого я, получается, поступила в Белгородский юридический институт МВД России имени Ивана Дмитриевича Путилина. Успешно окончила его и после пяти лет этой, так сказать, дороги пришла сюда, в родной район. Десять дней мне удалось поработать в участковом полномочной полиции. После этого меня, получается, переведили в Шевгеновский район и поставили на должность инспектора по делам несовершеннолетних. В общем, работать мне очень нравится, именно вот инспектором ПДН. Я справа не очень-то хотела, если честно. А что самое тяжелое? Самое тяжелое. Разные несовершеннолетние по-своему разнообразны. У каждого есть определенные, может быть, предпочтения. Каждый с характером. Каждому нужно подобрать определенный подход. Бывает так, что не все несовершеннолетние сразу идут на контакт. Нужно спирать, изучить его, какие предпочтения у него есть, что он из себя представляет. А после этого уже начать определенный разговор по определенной теме. Ну, в общем, с каждым человеком у нас, как и с взрослым, так и с младшим, так и со старшим, со всеми нужен определенный подход. Ну, не было такого, чтобы ни с кем не нашла. Сразу все люди идут на контакт. Определенные вопросы, если так же возникают, в любой момент обращаются, спрашивают, консультируются. Какие отношения у вас уже с коллективом? С коллективом? Ну, как правило, и как ты приходишь в коллектив, правильно, как ты себя характеризуешь, так и будешь с тобой работать. В коллективе мне очень повезло с коллективом. Меня сразу приняли. И все говорят, как будто ты говоришь с нами, все время это и работало. В преддверии Международного женского дня Юля поздравляет всех своих коллег с этим замечательным праздником. Мы, в свою очередь, тоже присоединяемся к этим поздравлениям и желаем этим милым женщинам в погонах благополучия и любви. Прекрасные девушки, разрешите вас поздравить с 8 марта. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения, полной отдачи. И всегда с таким же позитивом, как и повседневной жизни, нужно относиться к работе. Пусть все задумывая, обязательно сбывается. Все поставленные цели будут достигнуты. Женского счастья!